В Хантамансийской митрополии продолжается активное храмостроительство. В столице Югры осветили храм в честь пророка Ильи. В современной России он является покровителем воздушно-десантного воинства. Для всех военных он будет, скажем, таким покровом и местом, где они всегда будут получать и благословение, и утверждение веры своей, и, конечно же, благословение на, в первую очередь, на служение Отечеству. Для нас это большое значение – это место силы нашей, место прихода, где мы можем помолиться за упокой наших погибших ребят, друзей, товарищей, за здравие действующих, живых. Одна из особенностей, собственно говоря, нашего храма – это братский молебен, которым мы служим. Даже маленький храм очень нужен большому микрорайону. В Нефтьюганске в рекордные сроки, несмотря на пандемию, возрос новый Божий дом в честь великомучеников Татьяны и Леонида. У нас в России нет ни единого храма, мученику Леонида. И я, скажем так, технически, уже имея опыт десятилетнего строительства храмов, подрисовал вот эту часть, вот эту часть входную, вот эти боковые две и алтарную часть расширил. Городской парк «Сказка» в Пытьяхе станет местом притяжения благодаря строительству храма в честь святых боговерных князей Петра и Февронии Мунамских. Получить именной сертификат о приобретении кирпича на строительство православной обители может любой горожанин. Это очень важное и очень святое дело, потому что это не просто кирпич, а очень важный кирпич, который поможет дополнить на всю жизнь, на всю старость, что мы сделали все правильно. Почему для военных так важен братский молебен? Почему у храма Микюрганске двойное название? И кто помогает строить храм в Пытьяхе? Об этом далее. 13 февраля 2021 года в новом жилом микрорайоне Хантамансийска осветили храм в честь покровителя воздушно-десантного воинства пророка Ильи. Благословных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем. Освящение временного храма малым чином совершил митрополит Хантамансийский и сургутский Павел. Но главное церковное богослужение, божественная литургия может теперь здесь совершаться полноценно. Наши святые отцы учили и говорили, небо с землей соединяется. Вот просто подумать по-человечески, как это небо с землей соединяется. А сам Господь снисходит к нам. Притворяются тела и кровь Христова. И мы соединяемся в святом причастии с ним. Воинский храм строят всем миром. Главные создатели – воздушные десантники. Но приобщаются к строительству и участники локальных войн, и казачества. Настоятель храма отец Евгений – председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами. Приход складывается серьезно. Военные еженедельно собираются на исключительно братскую молитву. Так новообращенным спокойнее и проще войти в церковную жизнь. По вторникам собираемся в 7 вечера с всеми братьями, казаками. И вообще ребятами помолиться нашему пророку Божьему Ирле, покровителю наших военных. Одна из особенностей нашего храма – это братский молебен, который мы служим по вторникам в 7 часов вечера. На него мы приглашаем всех. Там собираются у нас православные мужчины, как представители силовых структур, казачества, просто православные братья. И совершается такая вот общая молитва, но на которой присутствуют только братья-мужчины православные. Для укрепления молитвенного братского духа, единства, которое, конечно, очень важно, я думаю, и в наше время, да и вообще всегда. В 2021 году планируется начать возведение капитального каменного храма в честь пророка Ильи. А сейчас, в особый для всего города день, митрополит Павел освящает установленный накануне купол и крест временного храма, возносясь к ним с помощью спецсредств почти на небесной колеснице. Благодаря достояния Твоей победы православным христианам нас сопротивные дару я, и Твои, сохраняя крестом Твоим жителям слава. Для нас это большое значение, это место силы нашей, место прихода, где мы можем помолиться за упокой наших погибших ребят, друзей, товарищей, за здравие действующих, живых, совместность с пархией, с отцом Евгением. Поэтому для нас это очень значимое событие, мы долго к этому шли, и вот оно свершилось. Сейчас уже потихонечку и жители микрорайона видят, что здесь появился такой маленький временный храм, начинают приходить на богослужения. Приходят сюда братья-десантники, братья-казаки. И вообще, как по благословению владыки, этот храм у нас будет считаться таким общевойсковым, где представители силовых структур, десантники-братья, представители казачества будут окормляться, будут молиться, будут вместе собираться. Для всех военных он будет, скажем, таким покровом и местом, где они всегда будут получать и благословение, и утверждение веры своей, и, конечно же, благословение на, в первую очередь, на служение Отечеству. Конечно, мы надеемся, что с Божьей помощью мы начнем строительство, даст Бог в этом году, капитального храма. Это временный храм, чтобы создать общину, чтобы она не только была на бумаге зарегистрирована, но и жила, и действовала. И, конечно, служба, которая будет совершаться, это непременно, она равна всем храмам, потому что Божественная Литургия имеет силу такого же, одинаковую, как и во всех храмах. Вскоре храм наполнится иконами покровителей воинства. Святых Александра Невского, Георгия Победоносца, Архангдона Михаила, Николая Чудотворца. Уже сейчас здесь работает воскресная школа, проводятся духовно-процентрические беседы для взрослых. Родители и дети вместе участвуют в небольших театральных постановках. Мы надеемся, что община наша будет расти, и этот храм станет нам тесным, и с Божьей помощью удастся построить тот храм, к которому мы идем, такой уже большой, в каменном исполнении, который будет постоянно. После возведения каменного храма, здание храма Временного может послужить и домом Причта, и храмом Христильным, и воскресной школой. Главное, здесь уже совершаются молитва и таинства, так необходимые прихожанам. Всего полтора года понадобилось для возведения храма в 11-м б. микрорайоне города Нефтьюганск. Митрополит Хатемансийский Садовудский Павел осветил Божий дом малым чином. Новый храм Нефтьюганске носит имена святых мучеников Леонида и Татьяны. И не случайно. Мы уже строим третий храм мученицей Татьяны, как она покровительница учащихся, помощница, скажем, в образовании, воспитании, поэтому это было принято таким образом. Ну и, конечно, Леонида Святого, скажем, у нас в России практически два предела. Нет ни единого храма, мученику Леонида. Ну и было принято решение такое двойное название. Храм был возведен на средство застройщика, который уже много лет работает в Югре. Падыка Павел поблагодарил строителей и благоукорстителей и преподнес подарки – икону святых мучеников Леонида и Татьяны. Алтарь иконостас Паникадила – основной храмовый светильник, изготовили тульские мастера. А купола – в Челябинской области, так же, как и кровлю. Она красного цвета. Это означает, что храм посвящен мученикам. Три купола символизируют Святую Троицу. Свою лепту в архитектуру храма внес и сам Владыка Павел. Я, скажем так, технически, уже имея опыт 10-летнего строительства храмов, подрисовал вот эту часть, вот эту часть входную, вот эти боковые две и алтарную часть расширил. То есть вот эти все четыре части разбавлено. Он был просто круг, круглый, как кулич, скажем, кулич и паски, есть такое название храмов. И вот это прибавление было именно инициативой моей. Дорисовано в размерах, они потом уже спроектировали это все согласно моих предложений. И добавлен был балкон специально для хоров, это тоже его не было в проекте. Церковь рассчитана на 100 прихожан. В скором времени здесь появится свой настоятель, который будет проводить регулярные службы. Также будут достроены дом причта и церковная лавка. Вскоре храм планируют осветить великим чином. Давай расположим. Ровно, ровно, вот. Пойдет, пойдет. Пытяхи продолжаются возведения храма в честь святых боговерных князей Петра и Февронии Муромских. Уже началась закладка кирпичных стен. Старательно подгоняя кирпич к кирпичику, прихожане строят новый храм. Получить именной сертификат о приобретении кирпича на строительство может любой горожанин. Вот расположен. Сертификат – это такая благодать. Это первый кирпичик будет, который мы будем закладывать в новый храм Петра и Февронии, Космы, Демьяна. Это такое божественное ощущение, что я, как православный, и мой ребенок тоже маленькую частичку туда вложим, кирпичик. Это очень приятно. Это очень важное и очень святое дело. Потому что это не просто кирпич, а очень важный кирпич, который поможет дополнить на всю жизнь, на всю старость, что мы сделали все правильно. С благословением митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла храм рождается в красивом месте – в парке «Сказка», в самом центре Пытьяха. Могучие кедры и стройные березы будут окружать здания площадью около 100 квадратных метров. Главным попечителем будущего храма выступило акционерное общество «Сиппромстрой» из города Сургута, на счету которого строится уже нескольких православных храмов в Вокруге. Помимо финансовой поддержки, благотворители помогли с проектом, разрешили документации, рабочей силой и спецтехникой. Занимаемся строительством в городе Пытьях, живых домов, строим храм. Благое дело. Поэтому будем делать. Я думаю, мы справимся. К сожалению, не так все быстро это получается, как хотелось бы. Но точно справимся. Деньги на столицу храма идут и от пожертвований горожан. По сильной участии принимают и местные власти, помогая с оформлением земельного участка и проведением коммуникаций. Что касательно меня лично здесь, мы приложим все усилия для того, чтобы эта часть микрорайона также была благоустроена и приносила только добро и была точкой притяжения. Первый камень в основании стен храма в честь святых благоверных князей Петра и Феврони Муромских был заложен в 2019 году. С того времени на строительном площадке появился фундамент, проведена гидроизоляция и заземление, готово основание стен, а теперь еще и появился нижний ряд кирпичей. Но строительство идет не так быстро, как хотелось бы. Я понимаю, что это еще очень далеко. Я понимаю, что нет у нас возможности финансовой сделать это за 2-3 года. Я думаю, что это на какое-то время затянется. Но знаете, что самое главное? Важно то, что мы делаем на перспективу и важно то, что мы положили направление. Скорее, вот двигаться туда. И рано или поздно это произойдет. Вот это такая радость. И как бы... Ой, даже выразить трудно. Да, чувство такое, что... Ой, как благодать какая. Такая благодать. И что Господь нам помогает, дает нам силы приходить в храм, молиться. Конечно, много еще предстоит сделать, прежде чем здесь вознесутся стены и засеять купола на солнце. На многих людей уже объединило чудо, что происходит на их глазах. Рождение нового храма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова